Приветствую всех болельщиков TeamEmpire и тех, кто смотрит это видео. В нем хочу рассказать об актуальных вопросах, связанных с игровыми составами Империи. Данное видео мы записываем с места, где располагается новый Team House Империи. Это коттеджный поселок, который находится в Москве. И начну, наверное, с рассказа о том, почему, собственно, мы переехали в новый Team House. Когда началась первая волна пандемии, непосредственно ударил коронавирус, то очевидно, что много турниров оказались под вопросом и банально просто привести даже игроков на Bootcamp стало крайне сложно, так как у нас игроки из разных стран. Поэтому было принято решение на время, пока это не стабилизируется, отказаться от Team House. Конечно, очень жалко было расставаться, очень жалко было уезжать, потому что все уже полюбили данный дом и реально там было удобно, комфортно, всем привычно. Но обстоятельства вынудили нас это сделать и мы искали новый дом. Скажу честно, данный дом, в котором мы сейчас находимся и его место расположения в разы лучше того, что у нас было раньше. Это и по самому удобству дома, по игровой зоне, по количеству комнат непосредственно, и по инфраструктуре. Собственно, этот поселок находится ближе к Москве. Здесь есть различные торговые центры, есть другие места. Ну и, в принципе, шаговая доступность к столице в любом случае является плюсом. Теперь, непосредственно, касательно игровых составов, начнем, естественно, с Rainbow Six. То, ради чего мы здесь все собрались, то, за чем сейчас внимательно все следили и будут следить на следующих турнирах. Stage 1 мы провели, ну скажем честно, провально. Да, это реально был провальный результат. И теперь, как я уже понимаю, в принципе, с чем он во многом был связан. Конечно, да, у нас была замена. Мы заменили Карджеку на Always. Состава надо было сыграться. И тогда еще мы данный буткемп не нашли, потому что времени, чтобы найти данный буткемп, надо было больше. И плюс обстоятельства так сложились, мы решили воспользоваться арендой. И поэтому на начало стейдж 2 мы непосредственно арендовали один из буткемпов. Это, по-моему, у нас было недели на 2-3. Это наша стандартная практика. Так обычно у нас буткемпы длились. И ошибка была в том, что лично я недооценил важность данного буткемпа. Пока мы находились на нем, мы, в принципе, выступали гораздо лучше. Мы выиграли, помню, ВП первую игру, уверенно. И даже там те игры, которые мы проигрывали, мы показывали хорошую игру. Вот. Когда мы разъехались, соответственно, все у нас поплыло. Поэтому что мы сделали между этими стейджами, между первым и вторым? В первую очередь, конечно, сразу было принято решение, что весь второй стейдж и все последующие турниры состав по «Радуге» будет проводить на буткемпе. Это однозначно, это не обсуждается. Во-вторых, мы расширили тренерский штаб, расширили и укрепили. У нас в состав, как вы уже, наверное, знаете, влился аналитик Евгений Жека Баханов, который ранее выступал игроком за команду Team Unique. И, как показывает работа, соответственно, тренерского штаба и Олега, тренера, и, соответственно, Евгений Аналитика, они уже сработались и как между собой, так и с игроками. Это достаточно полезно. Поэтому, безусловно, усиление. Во-вторых, соответственно, уже третьих, получается, мы изменили сами роли. Как многие заметили в комментариях уже после турнира у нас джойстик теперь не являлся фрагером, хотя все помнят, как он играл на «Смоке», тогда еще непонятно, кто фрагер, кто нет. Но, тем не менее, данная смена ролей внутриигровых перестановок, она также положительно сказалась на команде. Начало буткемпа и конец буткемпа, результаты, игровая форма крайне разные. Вот сейчас мы находимся в реально классной форме. То есть все игры, которые мы проводили, мы проводили реально достойно. И даже в тех играх, где у нас были поражения, ну, что-то у нас с некоторыми картами не складывается. Но у нас сейчас есть время, чтобы это все отработать. Безусловно, коснусь ситуации с включением интернета. Да, это реально очень какой-то фатальный рок, что случилось за полчаса, и у нас не было возможности никуда переехать и ничего с этим сделать, к сожалению. Данный коттеджный поселок располагается в таком месте, где второй интернет проводной оптоволокно банально подключить пока что нет возможности, но мы над этим работаем. Тем не менее, уже на следующий день после отключения этого падения первого интернета мы улучшили его, мы, скажем так, зарезервировали оборудование. Ну, немножко уже застраховались от этого случая. А через несколько дней мы уже подключили резервный канал, радиоканал. Конечно, это не оптоволокно, но потестировали. В принципе, пинка рабочая, играть можно, проблем здесь никаких нет. Поэтому, в принципе, еще на будущее мы с интернетом будем вопросы решать, мы будем это дело резервировать, пытаться провести сюда новые каналы, новых провайдеров заводить. И потому что это, безусловно, важный факт. Таким образом, совокупность всего этого и привела к тому, что мы вышли на мейджор. Очень обидно, что не попали на финалы про лиги. Ну, это совокупность факторов уже и первого стейджа, и вот этой неудачи Steam Vitality. Потому что, конечно, на 100% говорить нельзя, не буду утверждать, но вероятность того, что мы бы именно выиграли Vitality, она, ну, крайне высокий этот процент был в любом случае. Вот. Но, тем не менее, все в наших руках. Все теперь уже именно путевка на Six Invitational. Чтобы нам пройти, там, ну, если мы выиграем мейджор, то, понятное дело, мы по очкам пройдем. Если займем второе, там, или третье место, там, надо будет смотреть по ситуации и тому подобное. Но, в любом случае, все в наших руках. У нас есть еще несколько недель на то, чтобы точить наши слабые места. Все лучше стабилизировать и, таким образом, показать все, что мы можем. Это касательно «Радуги». Также хочу еще сказать касательно нашего недавнего анонса по Валоранту. Данная дисциплина набирает популярность, и, учитывая планы разработчиков, мы не могли пройти мимо. Поэтому мы сделали первый шаг, и сейчас будем смотреть, насколько данные игроки наши ожидания оправдают, как будет развиваться сцена, потому что мне кажется, что Валорант может действительно составить конкуренцию топовым киберспортивным дисциплинам в следующем году, по крайней мере, начать это делать. Касательно ситуации с дота-составом, также очень много вопросов у вас, у болельщиков империи, ну, и просто даже у зрителей. Скажу так, чтобы подняться, надо упасть. К сожалению, в данной ситуации это говорится про нас. Мы с составом Empire Hop, который подписали в декабре прошлого года, достаточно сильно поднялись, и казалось, что реально все хорошо. Но это была работа больше тренерского штаба, больше работа менеджерского штаба. Игроки, скажем честно, не сильно друг с другом сочетались, и банально не все хотели играть друг с другом. Поэтому на данный момент у нас в команде есть три игрока, которые ставят основу. Это наш Кэй Алексей Смолинайт, это саппорт четкой позиции Олег Саюж и саппорт пятой позиции Сергей Экнард. Две другие позиции сейчас мы тестим. Мы играем с этими игроками уже длительный период времени и, вероятностью, ну, близкой к ста процентов, мы уже будем играть с ними предстоящие турниры. Это, в частности, они еще не анонсированы, это, наверное, говорить тогда не буду, но два турнира, один из них BTS, а второй еще пока не анонсирован, но он будет в начале ноября месяца. Многие спросят, что же случилось с Lightless, игроком, который выигрывал нам игры, и почему он не в составе. Ситуация здесь проста. Это Саша был нашей силой и, в итоге, нашей слабостью. Этот игрок, действительно, на которого мы все играли, он играл на миду, играл на большей степени на кэри персонажах и зачастую выигрывал нам игры, когда мы играли на него. Мета изменилась, изменились герои в миду и сейчас уже не поиграешь на таких жадных персонажах, очень сложно строить драфты так, чтобы в миду эти персонажи оказались. И Саша давно мне говорил, что он хочет попробовать себя именно на первой позиции, на легкой линии, то есть играть на кэри. И на миду банально просто он играть не захотел, у него нет сейчас жила, нет мотивации. Кто знает, возможно, это появится в будущем. Поэтому по договоренности с Lightless, он сейчас играет просто паблики, он тренируется, он остается в составе империи. Я очень высоко ценю этого игрока и считаю, что у него большое будущее. Но пока что он в запасе, так как очевидно, что Алексей Смайлинайт у нас был выбран на кэри, и менять эту позицию мы не планируем. А на миду, соответственно, Lightless играть не хочет. Вот. Имена других новичков, которых мы будем тестируть, которых мы тестируем и с которыми будем играть турниры, пока что называть вам не буду. Один из них уже вам известен, мы с ним играли. А второй них вряд ли вам о чем-то скажет. Но в любом случае то, что я сейчас вижу на тренировках, мне достаточно нравится, это приятно смотреть. И время до серьезных турниров, а серьезные турниры я имею ввиду DPC сезон и какие-то более крупные турниры при поддержке Valve. Это время еще есть. И я думаю, что за это время мы сможем наработать необходимые стратегии, сможем как-то понять, куда нам дальше двигаться и смотреть дальше. Также упомяну, прокомментирую, пожалуй, ситуацию, связанную с Dota. То, что все говорят, что Dota нерентабельна, коллеги мои, собственные управленцы. Я с ними полностью согласен. Да, действительно, монетизация в Dota крайне затруднительна. Если смотреть на количество клубов в СНГ, которые продолжают вкладываться в Dota, открывать составы, подписывать игроков, удерживать их на контрактах, а то и даже собирать вторые составы, просто многое еще не анонсировано, многое вы не знаете, то реально таких клубов я порядка 16 могу насчитать. И в СНГ, как-никак, все равно Dota очень востребована. И игроков не хватает. Есть позиции крайне дефицитные. Такие, как сейчас очевидно, это центральная линия, не хватает игроков. С оффлейнерами есть определенные сложности. Я думаю, что в ближайшее время, особенно начало следующего года, на этих позициях на сцене появятся многие молодые игроки. Да, собственно, уже появляются, как можно посмотреть по анонсам. Ну, ближайшие турниры покажут, как составы себя зарекомендовали. Мне очень интересно, все-таки по итогу вернется ли Рамзес в СНГ-регион, в какую-либо команду. Действительно, возвращение Романа по-любому нашу сцену усилит. Так как сейчас, если мы посмотрим на рынок, то на сцену, то Европа все-таки швыграет гораздо сильнее. Там больше конкурентоспособных команд, чем у нас. Очень надеюсь, что в ближайшее время мы вместе все клубы СНГ сможем эту ситуацию изменить, улучшить. И все-таки, чтобы наша сцена стала, прежде всего, более стабильной. Потому что талантов у нас крайне много. Касательно доты, наверное, все. Ждите наши игры, болейте, поддерживайте нас. И все будет хорошо.